Это двор на Бирюзово-10. Совсем недавно в интернете горожане публиковали посты о том, что двор здесь находится в плохом состоянии, кругом мусор, а состояние детской площадки оставляет желать лучшего. Чего стоит только эта ржавеющая горка. Правда, надо сказать, когда на место выехала наша съемочная группа, мусор здесь убрали. Ну, во-первых, ямы. На машине проехать плохо, ну и пешком ходить грязно. Во-вторых, детской площадки, можно сказать, что нет, парковки нет совсем. Около нашего все хорошо, а здесь требуется порядок, мне кажется. А вы как думаете? Ну, вот эту трассу благоустройства, ну это беда. И весь город, наверное, такой же. Похожая ситуация во многих рязанских дворах. Конечно, состояние территории вокруг домов зависит от управляющей компании, ЖЭО или ТСЖ и от самих людей. Но далеко не всегда значению благоустройства и озеленению уделяется должное внимание. Все плохо и очень плохо. Мы живем в Приовском, на магистральной 21. Хотя бы привести в порядок газоны, какие-то кустики, озеленить хотя бы слегка немножко город. Ну, хотелось бы побольше для детских площадок, чтобы было качелей. Взять дело теперь можно в свои руки. Стартовало интернет-голосование за включение дворовых территорий в перечень объектов, которые будут ремонтироваться в этом году. Его запустили на платформе «Обратная связь» портала госуслуги. Голосование продлится до 22 апреля включительно. Ну, поучаствуем, поучаствуем. Некогда. Практически некогда. Ну, вообще, была бы не против. Когда займетесь? Вечером. Участвуя в опросе, можно выбрать несколько объектов из списка, а также предложить свой вариант. Проголосовать за конкретный двор могут не только проживающие в нем, но и их друзья, знакомые, жители соседних домов. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».